Всем привет, друзья! У нас тут с вами H2, и мы выпали на основном аккаунте против Никова. Постараюсь вам прокомментировать эту катку. Выпала, кстати, карта долины. Не знал, что она бывает... Не знал, что она бывает вот в такой вот... Вот в таком вот формате, что она бывает в земное... В зимнее? В зимнее, господи, говорю, земное. Да, немножко мысли все в голове перемешиваются, но ничего страшного. Нам выпали японцы. Не знаю, где я нахожусь, потому что мы выпали в гьетнамцы. Важный бонус в гьетнамцы, что он подсвечивает начальное расположение всех врагов. Это неприятненько. Ну, я думаю, что в обычной фановой игре леймити у меня не пойдет, поэтому бояться нам тут сильно нечего. Особенность карты в том, что посередине вот здесь протекает вот такая вот река. Ну, или не такая. Чисто сказал, леймити у нас не пойдет, да? Так, ладно, бежим тогда быстро забирать вот этих вот овечек, а постараемся вот этого кабана ему не отдать. Потому что если он сейчас сюда повернет, то, естественно, будет забирать этого кабанчика. Жалко, что он у меня не в вижене. То есть я прямо сейчас не могу быть уверен, дает он пичку или не дает, но все равно я думаю... А, можем быть уверены. Все, найс. Это хорошо. Это значит, что пока что никакой агрессии на нас нет. Возможно, он каких-то овечек хотел у меня стащить. Возможно, еще что-нибудь. Либо кабана просто испугался вести, потому что знает, что мой скалт может быть где-то рядом. Но это до этого кабана просто держать, наверное, в голове. А сами мы... А сами будем охранять вот этого форвард кабанчика. Так, прямо сейчас, правда, мы будем покинять оленей по территории, которую... Блин. Не знаю, вдруг он придет этого кабана. А вдруг он придет его, ребята. Оставьте, что будет, если он придет кабанчик. Ну, по идее, он раньше должен был туда прибежать. Ну, ладно, надеюсь, что не ведет. И все, конечно, может быть. Так, мы будем делать ранний драш, но цивилизация позволяет. Цивилизация для этого очень хорошая. Но кабанчик, ну покажись. Ну покажись. Ну, пожалуйста, дружище. Я верю, что ты где-то там. Ну, пожалуйста. Ну, покажись. Я, видишь, все равно за тобой не пойду. Пойду за другим, кабанчик. Первым. Так, он, я думаю, где-то тут находится. Он сильно далеко от меня. Ты здесь, я так и знал. Дружище мой! Так, ладно. Да. Не идеальненько. У меня тут парочка косяков уже было. Кресты посидели в таун-центре. Здесь крестьяночка не сразу привела кабанчика. Не без косяков. Раз, два, три. Выпрыгнул. Да у меня что-то звук был, как будто барак уже подстроился. По голове офигеть. Так, у нас уже практически есть. Так, а куда это вы идете? Ага, у вас форвард ягод. Какой мой милый друг. У него познавательные ягоды, но это ягода. То есть это вряд ли мы здесь не должно хватать на барак. А, нет, это, наверное, уже второе кресты. Ягоды мы подзаклизить будет тяжело, поэтому в целом, в целом, я думаю, что начало у меня ничего такое. На самом деле мы еще и на форвард сможем за оленями здесь пойти при таком исполнении. Может быть, я даже попробую так сделать. Потому что вообще я очень люблю японца, а тут на валии можно реально юзать японца таким вот образом. Нет, все-таки пора уже выходить куда-то вот сюда. Да что такое? Так, посмотрим, как никто будет реагировать на это все дело. Будет закрываться. Ну, реально, что, центр не так далек от меня. Тут можно куда-то бы куда-то отмельницу будет поставить. Давайте посмотрим, как он там будет депутаться для начала. Оп, оп, две сюда подводим. Все четенько и не дать закрыться. Не дать закрыться. Ну ладно, затруйте. Причем так хорошо закрыл-то, я вам сказал, я вам сказал, да, да? Прямо молодец. Ничего страшного. Ну, ничего страшного. Так, этот крест, на самом деле, там не нужен. Давайте, наверное, пятого сюда. Последний туда. Тут здесь ветчиневый, а он уже одного креста на одного крестоменчиком закрыл. И у меня чуть-чуть хотела нажать. Пробью, 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 пробью. Ну ладно, так сойдет. Отправляемся на олег. Теперь самое страшное, это если он делает мечников, и эти мечники пойдут к нам на базу. Это, пожалуй, самое-самое страшное. Поэтому давайте хотя бы чуть-чуть вот так приводим. Продолжаем долбить мельницу, и сейчас будем потихонечку добавлять туда крестьяночек. Ой, в смысле, мэнет-армсиков. А, доли какие. Доники. Хочу все-таки второй лес построить. Кажется, что по идее у меня все и так неплохо будет. Так. Ух ты, он опнулся вообще рано, но барак только достраивается, значит не будет мечников. Неплохо. Неплохо. В зависимости еще оленей. Хотя, блин, не знаю, может быть и подгонял, конечно, да? И разведка у меня слабовая-то. Ну ничего страшного. Постараемся мы за японца. По идее мы по идее отставать тут не должны. По идее не должен, блин, совсем не ожидал такой нахлокси от него. Блин, а это печально, конечно. Совсем тут не по плану было терять скаута, но он тоже, как мне кажется, немножечко ошибся. Как мне кажется, немножечко ошибся. Ничего страшного. Продолжим душить его здесь. По идее у него первый лучник должен выйти. Нам на него фиолетово. А-я-я, еще не опнулись. Хорошо. Сойдет. Ну что, давайте агрессивно до конца играть. Второй сталин в арчере. Сделает скирмов. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Не хватает. Не хватает. Мы не примем, что у меня ответ. У меня уже есть, а у тебя еще нет. Да, я говорю про Абберрей. Так, надо было тут побольше. Получается, наверное, продержать. Я потерял всю армию на ровном месте. Ну и ладно. Ну, ладно. Чем может быть, док? А может быть, док? А может, док? А может, док? Так строим док. Очень хочу нажать. Вот, вот, получилось. Вот, вот, получилось. Я не очень понял, на самом деле, куда он за ими лучничками пошел. Куда-то, наверное, пошел. Ех. Ех. Нам нужно знать все. Надеюсь, я бы нигде не успел пропустить на свою базу. Ну, доставляю лыжку поставить, да? Что-то в этом должно быть. Но все равно идет пока непросто. Вот он где. Блин, тут нельзя плавать. Это не песок. Это не песок, ребята. Это не песок. Брони нет. Хочется так. Тоже знал, что это не песок. Правильно? Броня? Брони нет. Хорошо. Дальше-дальше-дальше. По кругу. Получается. Покушать тут не нужно. Да, я тут тоже не пройти. Все закрыл. Там, поймал. Может быть, там получится какой-то урон нанести. Ай-яй-яй. Не быстро. Прям вот так среагировал. Каджиником классно исполняет. Уже здесь. Правда, без брони пока что. Что я контролю жестко? Ладно. Хотя бы... В одного скирма, наверное, уже разменяю. Странно, что залпы четыре. Спером они не убили никого. Так. А у нас четыре креста и долет. И приятно получилось. Ничего страшного. Ладно, что. Будем надеяться, что мы не сильно позже перейдем. Хотя, конечно, ников в мечников не вкладывался. То есть, у него в целом намного больше еды засейблена. Плюс еще и броню не нажимал. Поэтому стоит признать, что пока что все складывается не в мою пользу. Так, с той части карты мы... Как бы затрепаны. Давайте попробуем его немножечко тут отрезать. Или это он нас отрежет? Он тоже поставил док и сделал фаиршип. Добавная ситуация, да? Думаю, что выглядит очень весело со стороны. Добавная ситуация, да? Так, мне вот эта красота очень нравится. А может быть, мы можем сыграть как-то вообще нагло купить... Купить башню себе здесь. Тут вообще так можно делать? Интересно. Так, здесь подходим. Немножко нервируем. Хорошо. Так, у никого вся армия непонятно где на самом деле находится. Может, конечно, здесь при телесме чуть-чуть подбивать. Но пока вообще непонятно, да? Что и как оно получится, что и как оно будет. Центр мы вроде бы как оба одновременно и контролем, и не контролем. И хочется мне как-то на замок. Даже не то, чтобы на замок, хотя бы на ВЦ-шишке как-то начать копить. Знаете, наверное, конюшенку... Блин, конюшенка, наверное, ошибка здесь тоже. У него два арчера мы уже видим. Интересно, в какую сторону он будет атаковать таки. Ага, лучник ко мне сюда вышел. Понял, что он на Вижене. Мы тут тем временем домик уже почти сломали. Неплохо. Неплохо. Так. Отгрейдик хватило. Ну и что, надо развивать атаку, мне кажется. Есть вероятность, конечно, что он тоже в юнитов сейчас выложится, да? Ой-ой-ой. Я могу так-то потерять, да, того дружбана? Ммм, интересно, он сюда даже не пошел еще. Давайте, наверное, этих схермах здесь вернем. Пробуем, как иконы после здесь оставить. Коняшку закажем. И пойдем в правую часть. Ага. Осадка это хорошо, кстати, против схермов. Единственный минус, что ко мне на базу сейчас может вам пойти. Ну, а мы пойдем в том направлении. О, как неудачно. Конечно, не была построена. Ну, кстати, можно было не удалять, можно было попробовать дерево срубить. Так, заказик есть. Он игры есть, он, кстати, меня не видит, я же стал бочим, да, так вижу. Мне кажется, мне кажется, буквально Тайл может не видеть меня он. Блин, вот это уже менее приятно. Но баллистики у него еще нет. Да, я хотел попробовать Синпи как-то позаказывать, да, я всех этих ребят, но, видимо, не видел. Вообще, Ников, конечно, мог... Может быть, очень сильно по карте. Может быть, очень по карте разошелся. Эх. Неудачно. И здесь кто-то не добил. Да, не думаем, что у Никовой сейчас юниты попрощнее, чем у меня. Ладно, что, тогда давайте доп-то-цэшечку пока поставим. Пока что доп-то-цэха. Интересно, что он так и не сделал, а... Кстати, плюс два у него есть. Не знаю, видел ли он там, что у меня конюшня добавлена. Может быть, и не видел. Пока продолжает просто скирм от мать. Ну, ротан арчеры, конечно, очень сильно у вьетнамцы, если он их сделает. И будет больно. Так. Да, поредить, конечно, пока совсем не получается. Может быть, попробовать как-то еще по более большому радиусу. По большому. По большому радиусу как-то его обойти. Давайте, наверное, попробуем. И-то можно продолжить потрясовать. За счетом пока ничего не понятно. Заодно, может быть, поискать его там на реке где-нибудь. Конечно, наглеет, наглеет. Совсем западу даже на арбалетчиков играл. Пока что окупается, не получается наказать его за такое. Ага, тут с фирмой ко мне на базу идут. Как бы так, одновременно и коней заказывать. Я думаю, он меня там должен ждать. Ой-ой-ой, какой удачный захват. Как же удачно у меня это получилось. Где я? Что-то я не ожидал. С этой стороны зайдет. Минус три креста еще и темп тетки сбил маленько. Сейчас посмотрим, насколько удачный мой захват окажется. Раз, два, три коня совсем без апгрейдов получится. И вот сюда вот я думаю он скоро... Да, уже придет. О, моя очередь. Ага. Ага, ну я крестьян тут убить не смог. Убедненько. Ну ничего. Пробуем сейчас зайти сюда. Ну, то, что он здесь не подволил, это приятно. Потому что крестьян-то уже на погоняем. И продолжим это дело. Узна всех крестьян-то спрятаться. А с кермах может быть даже поймать здесь удастся. Очень жалко. Вернуться не получилось. Да. Поймал. Да, что-то микро против анаграф у меня совсем не дается. Совсем не дается. А что, я не понял, здесь он отступил. Почему я его тут не поймал? Я не совсем понял, которая сработала. Нет, совсем. Ага, вот и он. Тут кони убежали уже не в ту сторону. Конечно, да, одного коня потерять вот так вот за бесплатно, это не круто. Что ж такое? Ну, вообще, этот трейд-то удачно был достаточно. Который получился тут. М-да. Так, а Валерия тут совсем до себя не проявила. Стащите на агро обратно. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Блин. Что-то неудачно получилось. Еще и тут неудача. По всем фронтам не идет. Так, раз, два, три. Сюда. И туда. Попробуем, может быть, сейчас как-то переход нажать. Может быть, что-то у меня и получится. Тут пока что тихо. С этой стороны где-то лучники у него еще ходят, да? Может быть, в какой-то момент дойдет. Тут он, я так понял, коней сильно испугался. Не знаю, насколько лучше как-то стоит заказывать. Может быть, прям совсем уже только переход. Форсиус. Так. Третьим пойдем. Ага, большой армии куда двигается. Еще и с анаграмми. Тут нужно заказать. Мысль понятно. Мысль, я понял. Думал, что тут ничего нет. А тут есть. И передумал. Хорошо. Ну что, этот замок будет пушить в горку, но он здесь, наверное, нужен. Если с этой горкой его выпью, возможно, что-то получатся. Даже начнем, да? Как важно мне тут помогать, как потом проверим, да? Ладно, давайте попробуем ап нажать, потому что совсем тут у меня не планируется прям суперсильная экономика. Так, вот так пришла. Он мне пока больше не пригодится. Что здесь будет отходить? Блин, какая реакция у никого. Молодец, супер реагирует. Все замечает, нам хватает. Ну, вот сразу прожимаем. Да, будет, ждать, как его анагра подъедут. У него там три штук у меня только две. Чтобы мне рассчитывать на то, что его как-то перемикрил, блин. Ушибочка. Анагра еще будет долго катиться туда и перехватить не может. Хороший момент. Как я говорил, что у него тут на один анагр больше. Уже нет. Ну, я же уезжаю. Где? Армия-то у него тут посильнее заходит. Ладно, анагра слишком пробитый. Хотя, знаете, может быть, армия не сильнее. Вроде не самое плохое, что могло произойти крестьян только много идолит. Баллистика появилась. Ну ладно, дальше хотя бы мы этот файт там выиграем. Ну что, поехали. Начинаем заказе и лепим пока что скирмов. И у Никова такой же тайминг капа. Блин, очень круто исполняет Ников. Прямо жестко. Прямо жестко. Так, двигаемся, 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 двигаемся. Интересно, что же там будет. Но пока что ожидаем от него больше скирмов, стоит признать. Давайте попробуем этот замок, наверное, тут поставить. Совсем забыл я про то, что анагр еще живой тут есть. Совсем году я прагаю бумажем. Проблема теперь это пушки, которые он может сделать. Нам совсем не хватает на апгрейда. Так, наверное, сначала нажмем хима. 91 кресло у меня, кстати, есть. Проблема, конечно, как я только что сказал. Это пушки, которые он сможет добавить, а я, скорее всего, нет. Давайте попробуем вот такой вот замок построить. Не знаю, вывенчаются успехом или нет. Большая пачка тут снега у нас надвигается. Нужно как-то реагировать. А, это замок под горкой. Все, идея плохая. Удаляем. Пытаемся построить где-то здесь. Можно тогда уж и вот туда его запихнуть. Тут я пока совсем не готов. Еще и литный скирмеш сразу. Обидненько получается. Учение, что, кстати, замок под горкой у него стоит и есть с горки, стреляет. Очень приятный момент, если это правда так. Так, на литных скирмах пока что ответа у меня нет. И не так, что в этой игре появится. Смурая без полных апгрейдов их не очень убивают. Да, замок действительно под горкой. Так, тут может быть под пцк что-то и получится, хотя по апгрейдам я уже очень сильно стою. Плюс 4 уже есть броня у никого, у меня еще даже второй нету. Литный скирмой здесь, конечно, просто монстрюги. Пушки. Да, и здесь выходят пушки. Ну, в этой игре, наверное, уже что-то предъявить мне вряд ли получится. Замок, конечно, я удачно что сломал. И здесь тоже классно что дострел. Но, к сожалению, 3 пары. Пока что у меня шансов выиграть никаких нет. Ну, и по экономике я теперь отстаю. Наверное, на этом все. Давайте дотимся. И я думаю, что в этой игре будет прикольно, если я посмотрю ее разбор сейчас быстро. Давайте сразу ее с вами запустим. Соответственно, можно быстро карту тоже поглядеть. Ну, у никого стандартные. Да, поздние трети это цену, при этом большое количество ферм было. И сейчас, конечно, небольшой трошечок у него в экономике. Здесь он теряет, здесь он теряет. Но, к сожалению, у меня в данный момент времени не лучше. То есть, крестьян у него много. Здесь замок ему пока что ничего не отбивает. То есть, если бы он был еще где-то здесь, было бы получше. Ну, и плюс здесь со временем, да, я уже потерял свои два трибушета. Трибушеты никого будут стрелять. И важно, что пушки здесь помогают и здание пушить. И что еще более важно трибушеты забирать. Ну, и юнит у него на данный момент поприкольнее. Где-то не доиграл. Давайте быстро пробежимся, да, плюс 25 крестьян. Это, кстати, серьезно. Давайте сразу попробуем посмотреть эту игру. Я думаю, что будет полезно ее глянуть. Спектейтвит Капчу Рейдж. Поехали. Так, теперь нужно настроить, чтобы все было классно видно. Так, здесь видно меня. И даже немножечко чат. Надо только. Надо только. Давайте быстренько. Липа, по-моему, вот здесь. Ну-ка, где игра? Тут есть такая штука. Вот такая вот. Да, поехали. Соответственно, начинаем. Чик-чик-чик-чик-чик. Будем смотреть немножечко на быстро и попробуем ключевые моменты посмотреть. Соответственно, по развитию здесь ничего необычного. Нико в камне сюда прибежал, посмотрел. Кабанчика увидел, да, но леймить не стал. Даже не сомневался. Просто по кругу здесь побежал. Пытался каких-то овечек, может быть, найти на беке в том числе. Но я очень удачно здесь овцовец нашел, поэтому никаких проблем у меня с этим не было. Кстати, мимо этого кабана тоже пробежал. Но, опять же, молодец, что я не стал леймить, потому что скаут у меня был прямо очень сильно рядом. Своих кабов при этом Никофф не нашел. Он здесь крестами походил. Видели, крест у него здесь походил. Каба не видел. Здесь кое-как нашел и на него именно вышел. Через трех на лесе даже играет. Планирует, видимо, совсем ранний переход. Ну, интересно, я такого от него не ожидал. Роба кабана так и не нашел, похоже, да? Ну-ка. Нет, нашел, только почему-то поздно подманил. Какой-то очень странный билд-ордер у него здесь получается и без дополнительных оленей. Вообще, я удивлен, что у него еды поначалу хватило. Хватало на все. На все про все. Может быть, как раз таки и не хватало, поэтому он там на ягоды видит, да? Так. Орел по силу у него даже побольше, чем у меня. Конечно, жалко, крестьян забрать не удалось. Две леса пилки играют. Ух ты. Так, ну и на что же ему здесь хватит? Это очень ранний тайминг у него перехода. Прямо ранний-ранний такой. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Либо рак тоже поздно намечает. Так. Одинокестане аршери. И вот тут еда закончилась. То есть еды совсем нет. На крестьян тоже скоро хватать не будет. То есть вот тут ошибка, конечно, что я получил... А, так я еще и с горки тычки получил скаутом. То есть прям вообще максимально неудачно. Потому что если бы здесь я бы его... Чуть-чуть пораньше бы вышли бы менты. Еще бы, если бы по блока бы, да, не было бы. Я бы еще раньше бы сюда бы пришел и мог бы здесь напрячь. Потому что у Никова, смотрите, совсем еды не хватает. То есть у него прямо сейчас айдл будет. Ну, как минимум небольшой, да, пока еду не принесут. Но если бы здесь на ягоды бы я не пустил. Либо еще побольше бы времени выиграл. Прямо сейчас уже бы еды бы не было. То есть, по сути, раннюю стадию здесь у Никова я, по идее, это выиграл. Да, у него айдл уже больше, чем навела. Я уже на креста веду. А скоро, наверное, еще больше будет. Прям вообще здорово. Тут еще и креста забрал, точно. Прям под отмечника все красиво сделал. Здесь немножко я с экономикой не справился. Надо было в один лес играть и чуть больше ребят на еду послать. Может быть, даже в центр плюс 3-4 креста. Было бы вообще идеально. Да, Ников сразу башенку на ягоды. Понимаю, что, наверное, здесь какую-то агрессию смогу ему навязать. При этом он играет в одну арчер и поставил кузину на стрелу. При этом ему совсем не хватает. Я, конечно, тоже айдл сделал. Интересно, почему там... А, скалочка была прикольная. Вот. И, соответственно, здесь айдл ТЦ у меня побольше, конечно, набежал, чем у него. Поэтому по веламы тут сравнялись. Но вот это вот было плохо. Как раз-таки то, что я говорю. Были бы у меня 3-4 креста на еде, было бы куда прикольнее. И вот здесь неприятный файт принял. То есть, не нужно было его здесь принимать. По сути, у меня луки со стрелой. У него все еще бес, но размениваемся так, что он убивает мне двух лучников, а я ему только одного еще и двух ментов потерял. То есть, я мог в этот момент пойти уже как-то вокруг и пытаться отбросить своего оппонента как-то к нему на базу. Отсмотреть дальше. В целом, по крестам все ровненько. У меня все еще там плюс один крест. Здесь, наверное, это преимущество сейчас закончится. Я даже немножечко... Нет, не отстаю. Он особо большой рецидер. Здесь, конечно, обидно, что галерка не сможет плавать, но ничего уже с этим не поделаешь. Да, некий тоже послал сюда вела. Интересно заранее. Планировал тоже док подставить. Причем, мне кажется, он планировал док подставить сюда того, как мой док увидел. Тоже забавный момент. Да, здесь походили-походили. Что-то как-то ему позбивали-позбивали. Но по итогу... Да. Айдолайка, кстати, у меня еще и больше. На целых 5 минут. Это прилично. Ресурсам пока одинаково. Я все ягодки уже захавал. А я тут, наоборот, немножко туплю. Еще больше крестки сидят. Неудача. Докр! Раз! Фаер! Второй фаер в заказе. Ух! Играчки! Топ-игроки, да? Хорошо, ником закрыт. И давайте теперь мне больше интересно замковую эпоху посмотреть. Здесь на жалобе. Из маркета все четко. Ферм у него побольше, чем у меня. Хотя я, конечно, много, по идее, здесь еду дополнительно добываю. Но как-то на замке мне ее не хватило. Возможно, это из-за эффективности экономики. И так, и так, и так. Да, здесь мои лучники как-то его еще подбивали. И вот мы в замках, соответственно. Никого здесь на что хватает? Да, на лучника не хватает. На эхоапгрейда тоже не хватает. То есть, в целом, пока что какую-то разницу выделить сложно. Проблема только что плюс 3 вела у него. Рен, тачки у меня нет. Да, по экономике где-то я на отставал. Айтл, все, у меня 3.27 и дальше пошел. Короче, очень большие проблемы у меня здесь были именно в позднем феодале. В среднем позднем феоде. Чуть-чуть не досправился с билдами. Поэтому отстал сильно здесь экономически. Это, конечно, в таких ситуациях решает. Ну, Никого, кстати, тоже был маркет. Может, за счет маркета где-то нажал переход. Так, ну, и здесь у нас сейчас пойдут не самые выгодные размены. Да, есть у меня пачка лучничков, которая, по сути, пока что сделать ничего особо тут не может. Разве что поумирала тут. Разменяли на горну, при этом 3-4 лучников я потерял. Ну, и здесь еще и очень сильно позбивает мне экономику. Так, он прям совсем без апов, конечно, с этими лучниками не справляется. И у Никого раньше 2-ой ТЦ, плюс 5 крестьян. И вот тут, конечно, я хорошо зашел. Еще и креста одного забрал. Далого одного, да, конечно, для такого пуша хотелось бы побольше. Ну, вот тут проблема в том, что мои кони совсем его с кирмом ничего не делают, а он с моими лучниками здесь у себя на базе разобрался. Очень даже удачненько. 3 анагра. Все вроде бы здорово. И тут, конечно, сравнимо по идее. То есть, у Никого уже на данный момент 37 ферм, а у меня еще меньше крестьянной еды, всего 29, и при этом ферм всего 21. То есть, у Никого банально просто экономика, в феодальной эпохе уже более четко настроена. Я пытаюсь добывать еду везде, где только можно, а он добывает ее четенько у себя на базе, и поэтому ему на все хватает. Опять же, в импи перешли приблизительно... Ну, нет, конечно, не с равенством, да, очень сильно. Посмотрите, сколько апгрейдов сразу заказывает Ников. То есть, ему буквально на все здесь хватает. И, в свою очередь, мне практически ни на что. Только треб, еще никаких апгрейдов. Зато есть камень, конечно, на второй замок, но он мне здесь не очень помогает, потому что... Если бы он уже бы стоял бы вот здесь, может быть, что-то бы и получилось. А так, конечно, шансов здесь уже маловато. Просто армия у Никого будет лучше. Ну что, вывод. Надо делать крестьян. Намного больше меняет ЛФЦ, чем у него. Это из-за того, что экономика была поставлена нечетко. Но вся эта нечеткость, как мне кажется, пошла именно с темной эпохи. Возможно... Ну, с раннего Феодала. Возможно, стоило не покупать себе переход в замковую эпоху. Вместо рынка послеит там 2-3 фермы. И не бояться, что Ников раньше перейдет в замки. Потому что, по факту, сделан практически без армии. И никак мой переход в замки... Ну, если бы я побыл бы в Феодале, никак бы это не отразилось бы на этой игре. То есть, можно было просто посильнее, как Феоди поставить. Наверное, так и нужно было сделать. Ладно. Такая получилась игра. Досматривать мы ее здесь не будем. Да и осталось совсем немножко. Всем большое спасибо, ребят, за просмотр. У меня на этом все. И всем хорошего дня. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал. Всем спасибо. До следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok